Но, с другой стороны, некоторые действия власти, скажем, внешнеполитические, ну, тот же вопрос, договор о Черноморском флоте вызвал, ну, достаточно такую яркую реакцию Меджлиса. Действительно, этот вопрос очень сбудоражил не только крымских татар, а вообще украинскую общественность. Потому что, ну, во-первых, даже, на мой взгляд, дело здесь не столько в самом Черноморском флоте, сколько в том, какими технологиями принималось данное решение, и о том, что буквально до подписания данного соглашения никто ни слухом, ни духом не знал о том, что такое соглашение будет подписано. И самое интересное, что объявлял его потом перед прессой не президент Украины, а президент России. Вот, это самая, как бы, будоражащая, вот, как бы, и настораживающая ситуация. То, что касается самого Черноморского флота, это совершенно другая ситуация. Кстати, вот, я бы хотел в данном случае отметить то, что говорил вот Решат Аблаев, то, что декларация действительно говорится о том, что, ну, декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа, если полное название, вот, там говорится о том, что крымские татары требуют, чтобы решения, касающиеся их жизни, жизнедеятельности на полуострове решались с учетом мнения крымских татар. Да, и интересов. И мы видим, что новая власть не читала, не знала, я не знаю почему, уже, собственно, косвенно наплевала также на вот требования крымских татар. Это что вы имеете в виду? В контексте чего? Извините, решение о базировании Черноморского флота принималось без какой-либо консультации не только с крымскими татарами, но вообще с украинским обществом в целом. Власть решала этот вопрос кулуарно, и мы знаем, что эта ситуация сегодня развивается вот в парламенте, буквально сегодня и вчера, по поводу будущего визита 17 мая президента России сюда, в Украину. Хорошо. Да, прошу вас, вы хотели дополнить. Мне достаточно странно слушать от представителя Межлиса, что ему не нравится, или Межлис не нравится механизм принятия решений украинской властью, потому что украинская власть, наверное, в данном случае учится у Межлиса. В частности, председатель Межлиса, будучи народным депутатом Украины, зарегистрировал законопроект о восстановлении прав депортированных, не обсудив его не только с крымскими татарами вообще, не только со специалистами вообще, но даже не обсудив и не поставив его на голосование собственного в Межлисе, а просто вынес, так сказать, от себя его документы, имеющие принципиальное значение в случае принятия для всего крымстотарского народа, вынес от себя, вытащил его из кармана, сам он его писал или кто-то ему писал, неважно, но то, что он его не обсуждал ни с народом, ни с Межлисом, ни с Курлтаем, ни со своей системой, ни с общественностью, это точно. Поэтому пенять сейчас украинскому президенту на то, что он принимает какие-то решения кулварные, это точно не от Межлиса. Но этому есть объяснение, наверное, правда же? В данном случае я бы не хотел отвечать за самого председателя Межлиса, потому что на такие вопросы имеет возможность и право отвечать лично Мустафа Джемилев. А вы просто ответите, было обсуждение на Межлисе или нет? В данном случае не было данного обсуждения. Но я хочу напомнить, что уважаемый Надр Бекиров сам участвовал в формировании данной системы и, я думаю, неоднократно принимал участие в принятии подобных же решений, если уж мы переходим на такие личные выпады в данной дискуссии. И долгое время, занимая один из руководящих постов, он, в принципе, имел возможность влиять на ситуацию в Межлисе. Владимир, я хотел бы все-таки вернуться к тому вопросу, тонкому, достаточному, который вы озвучили. Дело в том, что, ну, как бы, если для кого-то были неожиданные подписанные соглашения, для людей, которые занимаются всерьез и очень серьезно, стратегически мыслят вперед, было всем понятно, что кризисы 2017 года в любом случае придется каким-то образом решать. Вот. И если бы этот вопрос не был бы решен, так или иначе, то накал страстей в Украине, в том числе и в Крыму, с каждым годом при приближении к 2017 году гораздо сильнее был бы. И неизвестно, чем бы этот накал страстей закончился. Вот. Дело в том, что, ну, по крайней мере, я отслеживаю ситуацию внешнего мира, да, вполне спокойно к этим соглашениям отнеслась Америка. Вполне спокойно отнеслась к этому Европа. И сама Турция, дружественная Турция, она также не считает никакой угрозы в том, что, допустим, будет продолжаться базирование Черноморского флота в Севастополе. Другое дело, другое дело. Польза или, как бы, вред от этого будет определяться, опять-таки, конкретными шагами нового руководства. Если принимаемое решение, в том числе и то, которое было принято, будет способствовать улучшению дружеских отношений между двумя главными, двумя соседями, да, и будет укреплять дружбу между всеми народами, которые проживают тоже Российской Федерацией там и в Украине, и в том числе и в Крыму. И самое главное, самое главное, если дальнейшие шаги руководства Украины будут способствовать успокоению, что ли, от этих вот ненужных трений, которые периодически вспыхивают в Крыму, в частности у нас на полуострове, то это будет благо. Любой фактор можно использовать либо в добро, либо в зло. Хорошо. Важно, чтобы этот фактор не был использован как зло. Понятно. Тимурбей, ну вот прозвучала мысль по поводу того, что не советуется с народом-то по поводу вот таких решений, связанных с Крымом. А как советоваться с крымско-татарским народом, когда есть различные общественные организации, которые по-разному смотрят? Так к кому прислушиваться? Меджлис высказывает свою позицию. Вот, скажем, организация Мелиферка высказывает свою позицию. Допускаю, что есть третья, четвертая, может быть, еще несколько точек зрения. Вы знаете, это нормальное явление, когда есть несколько разных мнений. Но, наверное, самое первое, что должно быть, это должен быть диалог. Должны быть круглые столы. Значит, и наша организация, вот именно Совет Старейшин, мы именно инициируем такие встречи и пытаемся привлечь в одно место различные наши группы. Вам удается это? Порой, да, порой удается. Нам удается, мы общаемся. В зависимости от темы, да, от вопроса, который вы обсуждаете. Да, мы, например, свободно можем общаться. Почему вы так отреагировали? Мы свободно... Вы не согласны? Вполне правильно сказал, да. Мы спокойно, свободно общаемся и с председателем Межлиса, и с Мелиферха, и с любой другой организацией, которая есть. Но в данном контексте я, наверное, скажу, что, наверное, все-таки мы должны в итоге все прийти к одному. И я верю в то, что мы все все равно придем в одном. Потому что вот такая разрозненность, она не способствует нашему народу. Это не противоречит тому, что вы только что сказали, это хорошо, что есть разные мнения, разные позиции, и в то же время, а? Мнения могут быть разные, цель должна быть одна. А, да, совершенно верно. Поэтому я хочу именно в этом контексте сказать. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки у нас есть на это и сила, и потенциал, чтобы мы все были, ну, как бы вместе. Что такое ближайшее время? Ой, ненадолго затяга. И, к сожалению, вот последние 20 лет, допустим, нашего возвращения, после массового возвращения сюда, в Крым, ну, пошли, вот, будем говорить, такие обострения даже и внутри народа, к величайшему этому сожалению. И, ну, ситуация складывается так, что за 20 лет практически для нашего народа здесь, на нашей родине практически ничего не сделано, и народ это тоже видит, и народ думает, это не какая-нибудь там серая масса, которые сказали, так встали и пошли, и все готовы так взять под козырек, нет. Поэтому я и говорю, что я очень надеюсь, что в ближайшее время, в ближайшие годы, это будет.